Сегодня в городской администрации глава Магнитогорска Виталий Бахметьев встретился с руководителями торгово-развлекательных центров города. Говорили о незаконном обороте промышленной продукции и мерах, которые предпринимаются владельцами торгово-развлекательных комплексов для того, чтобы контрафактная продукция не попадала на прилавки арендаторов. Совещание открыла заместитель начальника управления экономики городской администрации Оксана Швачкина. Рассказав о структуре магнитогорского рынка продовольственных и непродовольственных товаров, она заметила, что часто предприниматели ведут нечестную игру с покупателями. Управление экономики администрации регулярно поступает от них жалобы на реализацию в магазинах некачественных продуктов питания, на нарушение закона о защите прав потребителей. Такое непорядочное отношение к потребителям тем более странно, поскольку выживать магнитогорским бизнесменам приходится в условиях жесточайшей конкуренции. На сегодняшний день на тысячи жителей города Магнитогорска фактическое значение обеспеченности населения города торговыми площадями составляет 1159 квадратных метров, что превышает нормативный показатель практически в два раза. 573 метра предусмотрено по нормативу. Жалуются магнитогорцы и на торговлю скоропортящимися продуктами в местах, не предназначенных для этого. По итогам проверок таких предпринимателей штрафуют. Подняла Оксана Олеговна и вопрос организации ярмарок и реализации на них контрафактных продуктов, в частности меда. Арендодателям, предоставляющим ярмарочникам торговой площади, были даны рекомендации соблюдать требования федерального законодательства и не абстрагироваться от вопроса качества, реализуемой на их площадях продукции. А глава города Виталий Бахметьев особое внимание уделил вопросу незаконного строительства новых торговых павильонов и центров. Самого ли построения, то что обросли все эти торговые наши центры, обросли вокруг, непонятно как, без какого-либо согласования, это мы будем демонтировать.